Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». Жалобы на жару в квартирах стали поступать чаще в городскую диспетчерскую. Ситуацию обсудили в администрации города на заседании штаба по хозяйству. Как сообщает открытый город, ТЭЦ уже снизили температуру теплоносителя до 70 градусов. Регулировать температуру в домах должны управляющие компании. За нарушение теплового режима энергетики составляют акты на жилищные организации. Подтопление дорог в Хабаровске остановят специальные машины. Потоком горячей воды они сбивают налить внутри трубопроводов, которые находятся под мостами и путепроводами. В Хабаровске более 10 мест, где под дорогами по железобетонным трубам проходят русла малых рек. Зимой они перемерзают, а весной поступающая вода начинает выходить из берегов, угрожая подтоплению дорожного полотна, частных домов и построек. Испечь добрые блины предлагают хабаровчанам. Хабаровская епархия организует благотворительную акцию, чтобы масленица пришла ко всем горожанам. Принести блины хабаровчане могут 9 марта в Нижний храм собора на Ковсомольской площади. Выпечку будут принимать с полудня до 5 вечера, а на следующий день, в воскресенье, все собранные блины волонтеры развезут нуждающимся. Без отопления сегодня утром в Хабаровске остались 5 домов. Это информация городской диспетчерской. Все отключения аварийные, порыв трубы в подвале рано утром, оставил без тепла дом на улице Зои Космодемьянской. Точно такая же ситуация спустя час возникла в Березовке, в доме на Озерной. В обоих случаях ремонт ведут рабочие управляющих компаний. Еще три дома в центре Хабаровска остались без отопления и горящей воды сразу. В системе городского теплоснабжения течь образовалась на стыке труб. Прорехи на врезке ликвидирует хабаровская теплостевая компания. Электричество и газ в дома подаются без перебоев, но с холодной водой не все так гладко. Рядом с 38-й школой вода начала сочиться из-под земли. Аварийная бригада водоканала выяснила, что лопнула труба, которая подает холодную воду в здание. На время ремонта подачу пришлось остановить полностью. Раскопки водоканал началось сегодня утром на улице Юнгов. Там тоже авария и без холодной воды остался многоквартирный дом. Причина устанавливается. В лице и ступени в производственном здании на Дикопольцево еще двух жилых домов. Воду отключили по плану и ненадолго. У горнолыжной базы «Спартак» сменился собственник. Об этом стало известно сегодня во время заседания круглого стола. Совещание было посвящено развитию горнолыжного комплекса на Хексере в пригороде Хабаровска. О новом собственнике и новых планах Любовь Краснослободцева. Горнолыжный сезон в окрестностях Хабаровска вот-вот завершится, а спортбаза «Спартак» так и не заработала. Предприниматели, которые арендовали объект, оставили этот бизнес, хотя по слухам имели неплохой доход. Так, дневной абонемент на подъемник здесь стоил более тысячи рублей. Одна из называемых причин, по которой горнолыжный комплекс этой зимой был закрыт – бесснежная зима. Решить проблему могли бы снеговые пушки. Температура на Хексере позволяет снегу не таять до середины весны. Впрочем, и в прошлые годы владельцы горнолыжного бизнеса особых удобств для посетителей не создавали. Несмотря на жалобы, посетителей в выходные всегда было много. Как реанимировать горнолыжную базу на Хексере сегодня обсудили в городском спорткомитете. За круглым столом собрались спортсмены, представители спортивных федераций и средств массовой информации. Выяснилось, что у горнолыжной базы «Спартак» сменился собственник. Новым инвестором стал городской центр инновационных технологий. Чтобы «Спартак» стал привлекательным и комфортным для спортсменов и туристов, в него нужно вложить миллиарды рублей. Финансировать проект придется из разных источников, которые пока не определены. Примерный анализ говорит о том, что это будет гораздо больше 1 миллиарда. Но мы все-таки рассчитываем, что здесь очень много инфраструктурных таких объектов должно построиться. Дорога, энергетика. В общем-то, наверняка на решение этих вопросов есть какие-то федеральные программы, которые могут закрыть эти радикальные вопросы. Одна из возможностей получить финансирование для создания горнолыжного кластера войти в территорию опережающего развития. Но этот вопрос предстоит решить на краевом и федеральном уровнях. А участники круглого стола смогли решить, что горнолыжной базе для начала нужно избавиться от прежнего названия «Спартак». Любовь Краснослободцева, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния». На всю неделю синоптики прогнозируют устойчивую плюсовую температуру днем. И сейчас уж точно самое время менять зимнюю обувь на более легкую. Сколько стоит переобуться в Хабаровске в обзоре цен. Скидки на весеннюю коллекцию в разгар продаж магазины не предлагают только на прошлогодние модели. Недорогие, но приличные женские сапоги можно купить за 3,5 тысячи рублей. Это цена за обувь из искусственного материала. Сапоги из натуральной кожи стоят дороже 5 тысяч рублей. Удобные ботинки можно купить в пределах 3 тысяч. Если нужно много ходить по городу, то подходящий вариант кроссовки. Купить спортивную обувь можно за 2 тысячи рублей. Мужская обувь традиционно стоит дешевле. Впрочем, и выбор у мужчин не такой широкий. Ботинки в деловом стиле из искусственных материалов в магазины продают примерно за 2 тысячи рублей. Натуральная кожа поднимает стоимость обуви до 5 тысяч рублей. Спортивная обувь для мужчин стоит примерно столько же. Молодежный вариант кеды. Их сейчас делают практически для любого времени года. Кеды из натурального материала стоят около 2 тысяч рублей. Если позволяет время, недорогую качественную обувь проверенных марок можно найти на распродажах в интернете. Врач-офтальмолог Хабаровской больницы расписала стены игровой для маленьких пациентов. Для этого врачу приходилось на несколько часов задерживаться на работе. Теперь переносить лечение детям помогают сказочные персонажи. Боличную галерею посетила Софья Коренева. Роспись началась с того, что в офтальмологическое отделение 10-й городской больницы на лечение лег художник. Он первый решил украсить одну из стен игровой сказочными персонажами, но выписался, не закончив композицию. Тогда за кисточку взялась детский офтальмолог Альбина Азовцева. Заодно разрисовала и противоположную стену героями русских сказок. Молодой врач работает каждый день и минимум два раза в неделю дежурит. Раскрашивать стены оставалась после работы и приходила специально на выходных. В офтальмологическом отделении лечатся дети самыми разными заболеваниями. В последние годы чаще стали поступать пациенты с близорукостью, косоглазием из-за влияния на зрение гаджетов. Самая частая история диковинной для взрослых травмы. Это может быть травма ручкой, это может быть травма палкой, это может быть травма игрушкой, это может быть травма связанная с падением, удар там о острый угол стола, острый угол там стула. Альбина Азовцева около двух лет работает в отделении. Еще в мединституте захотела работать именно с детьми. Диагностика сложнее, потому что маленький человек никогда не может рассказать о том, что с ним происходит. Приходится додумывать, смотреть. У врача нет художественного образования, рисования хобби. Раньше работы она выставляла только в инстаграме. Руководство больницы решило помочь офтальмологу с украшением игровой. Закупила краски, дальше в комнате поменяли ковролин, поставили новую мебель. Сейчас здесь ждут доставку игрушек. Софья Коренева, Вячеслав Гирич, телеканал Губерния. Таким был город сегодня. 5 марта можно считать днем начала трамвайной эпохи в Хабаровске. Это исторический факт. 118 лет назад городская дума приняла решение трамвайной линии в городе быть. До сих пор в Хабаровске были только конно-железные дороги. Их учредители, местные бизнесмены устанавливали свою плату за проезд и новшествами, конечно, были недовольны. Но особая комиссия разработала трамвайный маршрут. Как гласит историческая справка, от пристани по Алексеевской, Муравьево-Амурской улице мимо технического железнодорожного училища к вокзалу. Частично таким маршрут и остался, но только появилась трамвайная линия лишь спустя полвека после того, как было принято решение о ее строительстве. Помешали всем известные события. Первый трамвай был пущен 5 ноября 1956 года по маршруту железнодорожный вокзал Трампарк. Завтра, 6 марта, в Хабаровске уже начинают отмечать Международный женский день. Концертную программу подготовил Дом культуры Русь. Назвали концерт, коротко и ясно, 8 марта. Подробности организаторы не раскрывают даже на сайте. Видимо, готовят для женщин сюрприз. По опыту прошлых лет концерт не будет пресным. Яркие костюмы и не менее яркие городские таланты смогут порадовать всех любителей хабаровского искусства. Билет на концерт стоит 300 рублей. Спектакль, который номинирован сразу на 4 награды всероссийского театрального конкурса «Золотая маска» пропускать просто нельзя. Театр кукол покажет свои сны всем, кому исполнилось 10 лет. За час герои спектакля расскажут зрителям много очень личных историй. Короткие, но глубокие, со светлым послевкусием. Сны о детстве, о любви, о страхе и мечте. Пятиминутные видения обо всем, что важно для всех нас. Успокоить нервы за мольбертом и закусками предлагает ресторан. На вечере арт-терапии к традиционному меню гостям подадут мольберты, краски и кисти. К финалу ужина у каждого получится настоящая картина, которую можно будет забрать с собой. Творчество и общение в неформальной обстановке помогут расслабиться после рабочего дня. Можно брать с собой детей, их на время занятия развлечет аниматор. Это была программа «Город сегодня. Жизнь краевой столицы в событиях, людях, цифрах». Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо!